Мы здесь собрались по какому поводу? По поводу того, что люди хотят узнать ситуацию. Получается у нас так, что на нас начинается оказываться давление. То есть по весне давление оказывают ГИМС, пока мы не пришли всей организации к ним. То есть потом там пошумели, вопрос решился. Все, база приняла. Теперь очередная инстанция, Росприроднадзор. Грозят нам опять штрафами. Дальше, наверное, последует прокуратура. Короче, на нас оказывается давление. Давление с целью выжить нас отсюда и не предоставить нам никаких участков. Если это полномочия прокуратуры, то почему сразу не обратились к ним в Росприроднадзор? Потому что прокуратура нас проверяла осенью. Может, срок не вышел, я не знаю законов точно. Но нас проверяли уже все. И общественная организация приходила. То есть давление со всех сторон. Вместо того, чтобы начать какой-то диалог нормальный. Встретились мы один раз только с Сараем 19 декабря. Все он обещал, все заняться всеми нашими делами, все вопросы порешать. С тех пор все тишина, молчание. И вот теперь Буренин начинает на нас давить. Насколько лодочные базы вообще, по-вашему, мешают строительству набережной в нынешнем виде? В данный момент нисколько. Пожалуйста, там есть большой участок. Пожалуйста, пускай дело. Так что пока нет. Но когда дойдут до маяка, все будет мешать. Когда это может случиться, по-вашему, такими темпами? Ну, если такими темпами, как строят, может, лет через пять, через десять. Неизвестно. Ну, вот люди недовольны этим. И вот мы собирались, правлением собирались, людей собирали. Они говорят то, что будут отстаивать свои интересы. Люди здесь все пенсионеры, им терять нечего. Так что они пойдут на все. Вам какие-то альтернативы сейчас предложили для переезда? Предложили. Один участок предложили на Юрише и Зеленый остров. Но от Зеленого острова мы уже давно отказались. Там просто практически невозможно сделать базу. Просто невозможно. И вот они мотивируют этим. Вот мы вам даем, вы отказываетесь, мол. От этого отказываетесь, от того. Мы ничего не отказываемся. Мы на все готовы. Только сделайте нам, как обещали, инфраструктуру. Обещал нам. Да все обещали. И правительство области, и правительство города обещало. И никаких движений. То есть абсолютной ноль. Ничего не делается. Вопрос никак не решается. Вот единственное начинается вот это давление. Следующие там еще. Какой-нибудь еще листанция, пожарников еще найдут. Начнут, так сказать, давить штрафами. Ну, мы просто так не сдадимся. Пускай даже и не надеются.